Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Альбрехт Дюрер. Портрет и иронима Шольцшуера. Немецкая школа. Портрет Гольцшуера. С давних времен уже считается лучшим произведением Дюрера. В германском музее, где его в продолжении нескольких десятков лет выставляли потомки изображенного Патриция, портрет этот был одной из главных приманок. Такое же значение он сохраняет и в настоящее время в Берлинском музее, куда он приобретен лет 20 тому назад. Такую симпатию публики можно отчасти объяснить древней славой этой картины, прекрасным обликом этого красивого седоласого мужчины с его строгим внушительным взглядом, а также высокими чисто художественными достоинствами произведения. Дюреру удалось изобразить этого человека так, что сразу отдаешь себе отчет во всем значении, во всей благородной красоте этой личности. И вот эта черта и приковывает с такой странной уедительностью взгляд зрителя. Мастер нарисовал эту голову с такой тщательностью, разработал все детали с такой необычной строгостью, что мы можем пересчитать все волоски на бороде, а в зрачках глаз увидеть даже отражение окна, против которого сидит Кольц Шуер. Однако удивительнее всего, что при этом Дюреру удалось сохранить цельность общего впечатления и дать полную исчерпывающую характеристику этой личности. Великие итальянцы 15 века, преследовавшие те же цели почти теми же средствами, были, пожалуй, проще и потому величественнее немецкого мастера. Однако по глубине и серьезности они уступают ему. По выражению внутреннего чувства Дюрер превосходит их всех, не только в картинах, но и в портретах, чему самый отразительный пример у нас перед глазами. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественной репродукции в фотогравюрах Бодей и Кнапа. Переводы и дополнения под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания.